Привет всем! В студии Кати Собавской я расскажу, что обсуждается в Байнете. Кыт-кыт-кыт! Вжил-вжил! Кадыр-кадыр! И многие другие звуки. Если для вас они ничего не значат, то для автомобилистов многое. В сети «Вторую жизнь» получила запись телефонных разговоров клиентов с работниками автосервисов. И да, особо талантливые могут по звукам отличить проблемы в подвеске от поломки трансмиссии. Послушайте, может и у вас что-то барахлит. Узнаете. Завожу, он кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт. Такой звук дает. Это от чего может быть? А когда кэт-кэт-кэт-кэт-кэт делает вжил-жил, такое происходит? Скажи, если пять раз кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт, это значит колопана. А если семь раз кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт, это значит распредвалу *** пришла. В Ресте простая на первый взгляд безобидная ситуация привела к печальным последствиям. Ребенок на детском автомобиле сбил пенсионерку. Женщина упала и сломала руку. Очень неудачное стечение обстоятельств. Во-первых, мужчина, который присматривал за юным водителем, отвлекся. Во-вторых, ребенок решил самый неподходящий момент – дать задний ход. В результате пострадал случайный прохожий. Лишнее подтверждение того, что за малышами нужен глаз да глаз. Еще одни приключения из мира детства. На этот раз в Светлогорске. Уверена, в мальчишке, чья голова застряла между перилами, многие узнают себя. Только кто-то умудряется вылезти обратно, а кто-то нет. В данном случае пришлось вызывать спасателей. Добрые дяди освободили парнишку и попросили его впредь постигать мир более безопасными способами. Этому городу нужен герой. Без него Челябинск погрязнет в мусоре и отходах. Встречайте, бесстрашный, усердный чистомен. Да, парень, который скрывает свое настоящее имя, уже несколько лет убирает мусор в городе и его окрестностях. Для себя и для других абсолютно бесплатно. Чудесный пример истинного супергероя, скромного и полезного обществу. Очень нужна помощь с вывозом этого мусора. Так как у меня возможности все увезти нет, поэтому прошу жителей помочь с утеризацией. Какие ролики в мировой ютуб-копилке набирают популярность? Сейчас вы все узнаете. Здесь прямо дух захватывает. Жители Оушен-Сити в штате Нью-Джерси стали свидетелями эпичной драмы. Главной роли енот-скалолаз. Зверек зачем-то поднимался по вертикальному фасаду здания, но на высоте девятого этажа что-то пошло не так. Хоть это и драма, но в Америке без хэппи-энда никак. Приземлившись на песок, енот не то что выжил, но подскочил и убежал со всех ног. Интересно, сколько у них жизней? Девять или даже больше? Все это обсуждается в Баймете. Говорите и вас услышат. Нашли что-то стоящее? Делитесь в комментариях. Наше видео вот здесь. До встречи в эфире.